Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас из студии универсального формата. Как всегда, в 13.05 мы начинаем прямой эфир 202-11-22. Это телефон, по которому вы сможете с нами связаться, задать интересующие вопросы, ну и, конечно же, выиграть какой-либо приз. Сегодня обещаем разыграть очень интересные призы, особенно они будут интересны для любителей театрального искусства. Так что смотрите эфир внимательно, не пропустите время розыгрыша. 202-11-22 запишите, чтобы сразу быстрее всех набрать этот номер телефона. Что ж, ну я думаю, вы заметили вот такой необычный атрибут рядом со мной. Действительно, весна, пора обновления, пора уборки. Ну и уже традиционно в Самаре проходят субботники, проходит уборка, в которой могут принять участие все неравнодушные жители нашего города. Все, кто хочет видеть Самару красивой, чистой, уютной, опрятной. Ну, я думаю, то, что вы, мои дорогие телезрители, как раз в их числе. Тоже наверняка уже с коллегами, быть может, собираетесь на субботник, быть может, уже были на субботнике. А вот как раз только что, буквально, сняли перчатки вот перед нашим входом в студию люди, которые к нам сегодня, собственно говоря, пришли. Это у нас представители, собственно говоря, администрации Кировского района, но и представители молодежного парламента. Представляю всех поименно, знакомьтесь, встречайте. Анна Кривощокова, заместитель главы администрации Кировского района. Здравствуйте, Анна. Ну и рядом расположился... Вы машите руками, потому что сегодня все в полосатом, у нас два юноша, два Андрея. Первый это Андрей Кулик и Андрей Седогин, собственно говоря, представители члена общественного молодежного парламента. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, что... Первый вопрос, наверное, потому что многие телезрители смотрят и думают, ну, какие-то... Зачем вообще ходить на уборки, да сами уберутся, да ладно, я посижу дома, и все равно все будет чисто, все равно надо привести в порядок город. Почему вы вышли на уборку? Ну, вот почему? Что заставило вы идти? Ну, весна, мне кажется, это время обновления, все обновляется, и самое время навести порядок. Порядок у себя в жизни и порядок у себя в городе, в первую очередь, в городе, где мы живем, который мы любим. Поэтому важно именно идти своими руками, делать его лучше, делать его чище, приводить его в порядок. Хорошо. У Андрея тоже хочу задать такой же вопрос. Понимаете, сегодня пришел на уборку и вот думал, ну, будет скукотища, однако нет. Однако администрация Кировского района приготовила, значит, чай ребятам, чтобы вот они убрались, можно было потом вот согреться, потому что сегодня на улице морозец небольшой. А также веселая музыка, вот, и вот уборка буквально пролетела, как один миг. Хорошо. Ну, собственно говоря, давайте обратимся к представителям администрации Кировского района. Анна, расскажите, пожалуйста, как часто собираетесь на субботники, в который год вы принимаете участие в таком вот общегородском субботнике? Расскажите. Ну, как вы правильно отметили, что у нас сейчас стартовал месячник по благоустройству и уборке территории. И я хочу отметить, что сегодня ребятам молодежного парламента и наши волонтеры, школьники и студенты среднеспециальных учебных заведений был дан официальный старт акции волонтерской «Сделаем Кировский район чистым вместе». Данная акция у нас проводится уже второй год. Я хочу сказать, что в этом году у нас примет участие более 60 волонтерских отрядов, это, соответственно, у нас более 3000 человек. Очень приятно и отрадно, что вот эти акции молодежные, они рождаются от инициатив самой нашей молодежи. И мы, как администрация, мы, конечно, обязаны сорганизовать, помочь ребятам, направить их. И вот когда вот сегодня мы... Более 60 человек убиралось сегодня на сквере Островок, мы так и называли его, на Непровском проезде. И было видно, что прекрасный солнечный день, несмотря на то, что, ну, прохладно, ветер был. Ребята с огромным удовольствием вышли, действительно показали всем нам, всем жителям, не только нашего Кировского района, города Самары, как вот надо выйти, с каким настроением, с хорошим, да, принять участие, навести порядок. Ведь в этом году у нас важное событие, 70-е годовщина победы Великой Отечественной войны. И мы должны, конечно, все вместе показать, что наша молодежь, она очень хорошая, она очень добрая, она очень отзывчивая и ответственная. И тем самым вот нашим дорогим, любимым ветеранам мы показываем, что мы достойны, как бы, продолжателя вашего, того великого подвига, который вы совершили, и подведем. Ну, я думаю, не подвели. Я так понимаю, что уборка сегодня во сколько началась? Сегодня мы в 10 часов приступили. В 10 часов. Только-только-только вот люди расходятся с уборки в данный момент. Да, в данный момент. Потому что мы в прямом эфире, действительно. Да, буквально 5 минут назад, как бы, отзвонились, что вот был собран последний мешок мусора, заброшен, как говорится, в машину, то есть все вывезено. Ну, буквально, да, 3 часа продолжалось. У нас есть фотографии, которые прям буквально вот сейчас летят к нам с места событий. Я предлагаю посмотреть. Ну вот, да, доказательства того, что все проходит весело, интересно. Прекрасные девушки, которые, кстати, тоже будут у нас в эфире. Мне кажется, субботник в любом случае, это не только приятно сделать своему городу, но и приятно сделать себе. Потому что, действительно, хорошая уже погода, более-менее пусть и ветрена, но первые лучики солнышка, они всегда радостные, они всегда согревающие. По крайней мере, если не тело, то душ точно. Согласитесь со мной? Конечно. Хорошо. Хорошо. Ну, не знаю, вот хочу к мальчикам обратиться. Ладно, девочки, ладно, девочки, они, ну, у них, наверное, как-то есть такое трепетное отношение к дому, к своему, к уюту. Ну, а вы, на самом деле, неужели прям вот нравится убираться? Либо вы такую делали, мужскую работу, не знаю, мешки на себе потаскать. Что делали? Я немного не соглашусь, потому что мы, как мужчины, мы хозяева своего города, а хозяин должен сохранять его в чистоте, порядке, и чтобы там всегда все было организовано, дисциплинировано. Поэтому, когда только сходит снега, когда вот эта вся грязь на улицах, то мы должны первыми выходить на улицы, приводить его в порядок, чистить, собирать. Хорошо. То есть, вот так вот, мужское слово, мужское дело, поступки необходимо доказывать, подтверждать своим делом, да, какие-то слова. Тем более, между прочим, такая уборка – это хорошее физическое упражнение. Отлично, работа граблями, она отлично задействует дельтовидные мышцы, трехглавые, а также широчайшие мышцы спины. Ух ты, вот так вот. Вы поняли, дорогие друзья? То есть, не просто на благо Родины, ну, только на благо Родины, конечно, мы все равно трудимся, но и еще физическая форма тоже от этого какие-то свои плюсы приобретает. Андрей, согласен ли ты со своим коллегой? Полностью согласен, считаю, что не нужно в данном случае делить там женская, там мужская работа, девчачья, мальчишечья. Нет, это вот наш город, и мы обязаны привести все вместе к чистому, красивому, процветающему. Вот к чему мы стремимся, участвуя в субботниках, приглашая наших товарищей, инициируя акции различные. Вот, к слову сказать, сам является инициатором одной из акций в нашем городе, которая пройдет буквально на следующей неделе. Открытие состоится в одной из школ Кировского района. Акция «Пожиратель рекламы» началась она пять лет назад, в 132-й школе. Также присоединились спустя два года к ней 148-я и 25-я школы. А сейчас этот акций распространяем силами Всероссийского совета местного самоуправления, городского молодежного парламента, городского школьного парламента и при содействии, конечно же, администрации нашего города. Школьники просто ходят по территории микрорайона, взирают незаконно рекламные объявления на фасадах домов, деревьев и делают наш город чище. Все-таки от незаконной рекламы, на мой взгляд, нужно избавляться. Не такая уж эта непосильная работа. И вот призываю всех ребят, неравнодушных жителей нашего города присоединиться к этой акции. Вот, давайте сделаем наш город чище. Можно давать продолжение, да, вот когда к нам обратился Андрей, вот поддержать эту акцию, конечно, мы с удовольствием откликнулись. Провели такую организационную работу и у нас примет в этой акции участие 29 наших учреждений. Это получается более у нас 435 ребят. Ух ты. Да, в понедельник. Мне кажется, смогут победить незаконную рекламу. Смогут. В Киромском районе точно. В Киромском районе точно смогут. И вот как раз в понедельник мы в школе делаем торжественное открытие акции, придут все волонтерские отряды, вручим им торжественные инвентарии, отправим их по маршруту нашего района, наводить чистоту и в этом плане незаконной рекламы. Но хочу сказать, что благодаря нашей молодежи рождается много акций и инициатив. И тоже отмечу, что вот мы с нашей молодой гвардией, с Дианой Абрамушкиной, мы еще проводим акцию по благоустройству мемориальных объектов, которые у нас расположены на территории нашего района. Это и памятники, и мемориальные доски. И в этом году мы благоустраиваем воинские захоронения, которые, ну, к сожалению, по различным причинам заброшены, оказались. И вот мы тоже с муниципальным предприятием ритуальной услуги, с кладбищем Безымянской, Зубчининовской, тоже с ребятами пойдем наводить порядок и там. И очень отрадно, что ребята это воспринимают очень адекватно, позитивно. То есть, наоборот, даже свою инициативу проявляют. Да, вот это, ну, это дорого стоит. Конечно, потому что, помните, необходимо, это 100% необходимо понимать, кому нужно сказать спасибо, что мы сейчас живем. И действительно, это замечательное дело. Что ж, ну, я хочу похвастаться на самом деле. Телеканал Самарагис тоже вышел на небольшой субботник, конечно же, выйдет и на общегородской субботник. Но для начала вот мы убрались на территории, которая не так далеко от нашей телекомпании находится. Что же из этого вышло, я предлагаю как раз сейчас посмотреть в нашем следующем сюжете. Сотрудники телеканала Самарагис собственным примером решили призвать горожан поучаствовать в генеральной уборке города. Вооружившись граблями, метлами и мусорными пакетами, вышли на вверенную территорию. Собрали несколько мешков мусора и вдруг в самый разгар работ случилось непредвиденное. Ребят, идите сюда, я что-то нашла. В такую удачу монтажер телеканала Самарагис Ольга долго не могла поверить. Смеется, обычно наоборот все теряет, а тут вдруг находка, да еще какая, настоящее столовое серебро. Сегодня вышли на уборку, я, честно говоря, вообще в шоке, что здесь можно что-то найти. У меня такое подозрение, что ложки какие-то действительно дорогие. Я очень удивлена. Откуда взяли серебряные ложки в кустах и серебряные ли они, остается только гадать. Чтобы определить ценность находки, мы обратились к известному краеведу-историку Михаилу Перепелкину. Находка поразила его до глубины души. До сегодняшнего дня опытный историк был уверен, подобные открытия остались в прошлом. И то, что было спрятано дедами и прадедами, давно обнаружили любознательные внуки и правнуки. Мне кажется, что это начало 20-го или, может быть, даже конец 19-го века, эпоха модерна. Совершенно потрясающие ложки. Можно только гадать о том, какая у этих ложек была судьба и почему они оказались спрятанными. Ну и, конечно, специалисты должны сделать свои выводы. Наверное, как мне кажется, это серебро. Какой проба это серебро? Может быть, определить завод? Ну и я думаю, что любой музей был бы просто счастлив вот такой вот бесценный экспонат иметь в своей коллекции. Мы решили не отдавать драгоценную находку в музей, а оставить ложки в телекомпании. В обед после съемок будет очень приятно почувствовать себя графами и графинями и пообедать с серебряными приборами. Генеральная уборка города продлится до конца месяца. В ней могут принять участие все желающие. Поторопитесь, может, и кого-то из вас под кустом поджидает открытие. А если нет, чистота и порядок станут отличной компенсацией потраченным усилием. Что ж, вот вам еще один повод выйти на уборку. Быть может, что-нибудь интересненькое и вы найдете. Ну, я хочу задать, собственно говоря, вопрос вам, дорогие друзья, ответив правильно на который, вы уж точно получите свой приз. Это билеты на спектакль «Война отражений» 4 апреля состоится в музее имени Алабина. Вопрос, ну, такой весенний. Звучит он так. Какой цветок стал символом любви Обломова и Ольги в романе Гончарова «Обломов»? Это «Незабудка», «Роза», «Сирень» либо «Лилия»? 202.11.22. Отвечайте, любители творчества Гончарова, я думаю, смогут ответить на этот вопрос. Ну, или просто проверить свою интуицию, тоже все возможно. 202.11.22. Хочу обратиться к вам. Быть может, вы что-нибудь тоже необычное нашли? Ну, кроме мусора, бутылок, кроме каких-то таких фантиков. Что еще, может быть, необычные какие-то находки есть? Вот девушка, вот сам видел, девушка сегодня нашла колечко серебряное. Вот, пришла, похвасталась, такая, ой, что я нашла? Не знаю, что с этим колечком, там оставила на месте или с собой взяла, но вот, тем не менее, находки такие были. То есть есть? Конечно. Хорошо. Хочу к вам с таким вопросом обратиться. Есть у нас звонок, если я не ошибаюсь, от наших телезрителей. Есть ведь звонок, дорогие? Алло, здравствуйте, вы в эфире? Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Валентина. Валентина, очень приятно. Валентина, скажите, пожалуйста, вы выходите ли на субботники? Любите ли убирать свой родной город? На субботники выхожу. Ну, не очень люблю. Не очень любите? Да, участвую. Хорошо. А быть может, что-нибудь находили? Мы сейчас как раз рассказываем о необычных находках. Было ли что-нибудь такое, что во время субботника что-нибудь откапывали такое? Нет, я не такая языча, кроме мусора. Хорошо. Да быть может, сейчас вам повезет. Какой же цветок стал символом любви Обломова и Ольги в романе Гончарова «Обломов»? Это незабудка, роза, сирень или лиле? Сирень или веточка сирень. Веточка сирень. Вы уверены, да? Так ответили уверенно. Ну что ж, действительно, это символ любви и разлуки. В этом произведении стала веточка сирень. Я вам вас поздравляю. Билеты на спектакль «Война отражений» 4 апреля отправляете в музей имени Алабина. На двоих, как всегда, разыгрываем вам и, собственно говоря, тому самому парню. Что ж, спасибо большое за звонок. Ну, отправляйтесь на уборку, что могу вам пожелать. Я думаю, что вы как раз тоже нам что-нибудь хотите пожелать. Точнее, телезрителям. Потому что сейчас мы будем встречать вторую группу гостей. Но без ваших каких-то пожеланий, без ваших наставлений вы уже сделали. Вы внесли свою лепту в чистоту города. Что можете пожелать, я не знаю, вашим коллегам, друзьям, родственникам? Я желаю зрителям, в первую очередь, вспомнить, каких своих старых друзей. Обязательно им позвонить и пригласить на субботник в своем дворе. И вместе с ними убраться, как раз и пообщаться. И сделать город лучше. Я, конечно же, пользуясь случаем. Хочу пригласить всех наших дорогих жителей Кировского района. Принять участие в месячнике по благоустройству. Выходить на средники активно, на субботники. С хорошим настроением. И всем очень будем рады. Спасибо. Андрей? Я, с твоей стороны, желаю крепкого здоровья. Вот как сказал Андрей, что работа руками, граблями, складыванием мусора в мешок, все-таки тоже это физическая работа отчасти. Тем не менее, можете принять в ней участие. Таким образом, пополнить заряд жизненной энергии от собственной вас. И присоединиться к акции «Пожирать все рекламы». Принимать участие, отправлять фотографии в группу ВКонтакте «Пожирать все рекламы». С удовольствием разместим. И в дальнейшем потом придем в студию, разговаривали уже. Говорились, расскажем подробнее об итогах акции. Что удалось сделать, что не удалось. Какие на будущее есть цели, планы, задачи. Ну, я думаю, конечно, в студии вас обязательно ждем с результатами. Надеюсь, что они будут очень успешны. Хорошо? Спасибо. Что ж, ну, как вы уже и сказали, то, что действительно во второй раз вот так вот собирается администрация Кировского района и представители общественного и молодежного парламента. В прошлом году лично я была на вашей уборке, принимала тоже участие. Веселила, бегала. Конечно, как сказать, вы убирались, я смотрела в большей степени, но все равно помогала. Поэтому предлагаю вспомнить, как это было, собственно говоря. Интересно вспомнить вообще. Конечно, с удовольствием. Что ж, смотрим, возвращаемся в студию и встречаем новых гостей. Музыка на полную катушку, на столе чай и печеньки. Администрация Кировского района сделала все, чтобы эта уборка была в радость. Администрация Кировского района организовала молодежную волонтерскую акцию «Сделаем Кировский район чистым вместе». И очень отрадно, что в нашу акцию откликнулись ребята, молодежь, и студенты, и школьники, и ребята общественной организации молодежного парламента. И тем самым они показали пример всем жителям, не только нашего района Кировского, но и города Самары, как надо выйти на уборку своей родной территории, чтобы сделать наш район, наш город чистым, чтобы встретить весну с хорошим настроением. Кто-то собирает мусор, кто-то его утрамбовывает. Для каждого найдется работа. Удивительно, что многие люди, собравшиеся на уборки друг с другом, даже не знакомы. Зато работают, как один большой организм. Все сдружились, все смогли вместе работать. Да, очень веселый субботник. Спасибо администрации Кировского района еще раз за музыку, за представленное все, что тут есть. Вот это им большое спасибо. Это они все сюда привезли. Музыка очень для молодежи, ну как сказать, это такой толчок, что веселее все проходит. Давайте немножечко помогу. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот на таких субботниках от кого больше пользы? От мальчиков, от девочек? Да, мне кажется, и от женского, и от мужского пола польза одинаковая. Да? А вот говорят, что мальчики не умеют выбираться, но не заложено у них это крови. Ты можешь с этим поспорить? Я бы поспорил, потому что я наравне вместе с девушкой, ну как бы убирался бы. Все равны. Все равны? Да. В этом нелегком деле все равны? Да, конечно. Куча мусора, что бесхозно валялась на земле, перекантовала в аккуратно сложенные мешки. Почти весь чай допит, печенья съедены, а в теле чувствуется легкая усталость. Потрудились, как всегда, на славу. Хотите, чтобы город стал чище? Вооружайтесь вот такими перчатками, граблями, мешками для мусора, вениками, лопатами. Все подряд берите с собой, собственно говоря. Ну, главное, хорошую, веселую компанию, как мы увидели сейчас в сюжете. И выходите на субботник, как вот и сделали эти замечательные люди. Всем привет, да, Маша, вот такие беленькие перчаточки, которые, я думаю, к концу субботника наверняка у вас были тоже темненькими, да, уже, такие пыльненькие. Что ж, представлю наших гостей. Ну, Диану вы уже видели у нас в сюжете. Здравствуй, Диана. Здравствуйте. Диана Абрамушкина, собственно говоря, член общественного молодежного парламента, ну и человек, который тоже неравнодушен к чистоте своему городу. Правильно? Да, конечно. Следом сидит у нас Людмила Сидорова. Здравствуй, Людмила. Здравствуйте. Ну и Давид Сарксиан. Здравствуй, Давид. Здравствуйте. Приятно видеть. Ну, были уже у нас молодые люди, которые нам рассказали, почему же они выходят на уборку, потому что и силу духа, и силу тела хочется как-то вести на нужный уровень. С этим согласен? Почему ты выходишь? Ну, я абсолютно согласен. Считаю, что альтруизм – это неотъемлемая часть человека. Человек должен уметь свой интерес личный поставить ниже общественного интереса. Общественный интерес вам важнее, потому что все заинтересованы в том, чтобы у нас был чистый, светлый город, чтобы в нем было приятно находиться. И если хочешь, значит, делай. Поэтому такая логика. Хорошо. Девушки, красавицы, ну, а у вас, хочу, собственно говоря, поинтересоваться, ну, женская красота, мне кажется, знаете, некоторые девочки такие брезгливые, ну, говорят, нет, не буду, маникюр, прическа. Было ли это сегодня? Либо вот какие-то такие внешние данные? Откладываете на задний ряд? Конечно же, на задний план. И уборка – это хорошо. Я люблю свой город, я хочу, чтобы он был чистый. И с удовольствием сегодня вышла на уборку. У вас была веселая музыка, под которую мы с удовольствием убирались и немножко пританцовывали. Ну, мы, собственно говоря, видели прошлогодний сюжет. Танцевать действительно хотелось, а танцевать убираю, мне кажется, это очень даже весело. Я еще не плясала. Плясала? Хорошо. Рассказывай ты, что вам мотивировало выйти на уборку? Ну, я не могу остаться равнодушной. У меня охота видеть свой город чистым, аккуратным и убранным. Надо показывать остальным пример. Нужно выходить самим, чтобы другие люди видели. Очень приятно видеть, когда ты убираешься, у тебя субботник проходит, а мимо жители проходят, так смотрят, спрашивают, а потом видишь, как они сами присоединяются. Это очень было приятно. Это прям вопрос. Мы хотела спросить, действительно, есть ли такие люди, которые изначально не знали об уборке, о субботнике, но потом увидев, как ты присоединились. Есть? Да, конечно. Они слышат музыку, они видят у себя под окнами народу, молодежи, которые танцуют, убираются. Им это интересно становится. Они выходят не только пожилой возраст, но и средний возраст, и молодежь выходит. О том участке, в котором убирались, что можете рассказать о нем? Я так понимаю, что это какой-то сквозной проход. Правильно ли я понимаю? Расскажите, где проходило место действия? Ну, мы убирались на Днепровском проезде. Это, можно сказать, Запчениновка. Такой сложный участок. Там трасса, пыль. Вот мы там убирались. Несчесть. Сколько мешков мусора вынесли? Не посчитали? Наверное, несчесть. Наверное, несчесть. Немного. Но важно то, что в основном это был природный мусор. То есть это были листья деревьев, это были различные ветки. Получается, что люди не так уж и сильно там мусорили. И это очень хорошо. Слушайте, вы опережайте мои вопросы. Я не знаю, вы сегодня считываете мои какие-то идеи. Хотела как раз спросить, откуда же берется мусор, если каждый год убираемся, каждый год учащаем? То есть вы видите какой-то результат, что люди... Конечно, с каждым годом такого мусора, который создает человек, его все меньше. В основном это ветки, листья, что-то такое природное, биологическое. Перед на котором, собственно говоря, хочется, чтобы травка уже свежая вылезла, быстрее бы. Снег, наверняка, да, еще где-нибудь, может быть, раскалывать, раскидывали. Да, да, мальчики. Что ж, ну, как убирались, помучу вас еще немножечко. Но прежде давайте вопрос для наших телезрителей. Собственно говоря, билеты на спектакль «Оскар и розовая дама» 5 апреля состоится в музее имени Алабина. Этот спектакль, вопрос мой связан, ну, как всегда, с весной. Ну, уж сегодня такое весеннее настроение, весеннее время. Весна, весна, на улице весенние деньки. Кто же написал это стихотворение? 202.11.22. Ну, я думаю, можно справиться с моим вопросом. По крайней мере, у нас есть замечательный подсказчик. Это у нас интернет наш. Вот, ну, если уж вдруг вы не знаете, я надеюсь, что, возможно, вы и знаете, и слышали эти строчки. Весна, весна, на улице весенние деньки. 202.11.22. Ответивший правильно, получает билеты на спектакль «Оскар и розовая дама». Интересная, кстати, между прочим, будет такая постановочка, на которую необходимо отправиться за хороший и быстрый, надеюсь, будет ответ у нас. Есть у нас уже ответ? У нас уже есть звонок. Представляете, какие у нас быстрые телезрители, а самое главное, эрудированные и все знающие. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, меня зовут Тамара. Тамара, очень приятно. Ну, Том, хочу спросить у вас, собственно говоря, убираетесь ли вы, выходите на субботник, или уж мы сегодня говорим об этом? Обязательно всегда посещаю субботники так, как нужно, всегда принимайте участие в уборке своего города. Ну, вы молодец. Что ж, я вас поддерживаю, действительно, вы правы. Я надеюсь, что многие телезрители, слушая вас, тоже как-то к вам захотят присоединиться. На вопрос отвечаем. Весна, весна на улице весенние деньки. Кто написал это стихотворение? Я думаю, да, мне обостров. Действительно, веревочка, такое стихотворение есть. Весна, весна на улице весенние деньки. Как птицы, извините, заливаются трамвайные звонки. Шумное, веселое весеннее Москва. Еще не запыленное зеленое листва. Вот такое замечательное стихотворение. Весеннее, настраивочно прекрасный, свежий лад. Я вас поздравляю. Билетный спектакль «Оскар и розовая дама» достаются именно вам. Ну, во-первых, за скорость, во-вторых, за знание. Что ж, спасибо большое, Тамара. Ну, желаю вам хорошей весны, наверное, и чистой. К вам хочу обратиться за вопросом с таким, собственно говоря, как вы считаете, вот в субботниках больше принимают участие люди какого возраста, какого контингента? Можете как-то так проследить? Но я понимаю, что вы все равно представители такие общественности, вы часто какие-то мероприятия посещаете и видите, ну, можете составить такой вид, собственно говоря, портрет главного уборщика, в хорошем смысле этого слова. Скорее всего, наверное, это студенты, так как они более активны, сами принимают свою инициативу, мы хотим пойти на субботник. Я вот лично являюсь председателем студенческого совета, ну, в моем колледже, на отделении. И у меня студенты подходят ко мне и говорят, я очень хочу пойти с тобой на субботник. Можно? Я такая, конечно, можно. Они сами инициативны. Слушайте, ну, то есть это уже сейчас стало необязаловкой, не такая, что так, ты, 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 идешь на субботник. Да, такого уже нет. Мне кажется, это уже модно стало. Часто модно стало. Да, мне кажется, это уже модно пойти и сделать что-то для своего города. Это мне даже кажется в каком-то смысле часть культуры. Если, то есть, до этого была какая-то обязаловка, да, как вы сказали, то сейчас это уже стало в каком-то смысле традицией, и даже интересно как-то собраться с студентом или собраться с соседем, да, лишний раз увидеть друг друга, там, взять в руки грабли, мешки и убрать хотя бы свой двор, свой сквер. Пообщаться. Пообщаться. Ну, собственно говоря, да, мне кажется, какой-то такой физический труд, он сближает людей, вообще труд сближает, вообще какие-то трудности они сближают людей, поэтому так или иначе, какая-то задача стоит, какая-то трудность стоит, решение сближает людей, и это в первую очередь общение. Что ж, у нас есть еще один сюжет, как мы говорим, да, действительно, многие организации выходят сейчас на субботники, вот как раз одна из организаций, собственно говоря, стала героем нашего следующего сюжета. Смотрим. Эти женщины не только лечат пациентов, но и борются с пережитками зимы и человеческой невоспитанностью. Сменив белые халаты на рабочую одежду, сотрудники третьей поликлиники отправились расчищать прилегающую территорию, колоть лед, вырошить снег, убирать мусор. Татьяна Лунина работает в поликлинике уже 20 лет. Говорит, коллектив здесь дружный, сотрудники все привыкли делать сообща. У нас маленький уютный дворик, больные у нас постоянные, и все привыкли к тому, что у нас очень чисто и уютно. Маленький дворик несложно держать в чистоте. Снег вырошили, подметали, обрезали деревья, роза, сирень. Все деревья во дворе работники поликлиники высадили сами. Каштаны, ели, даже рябину. Говорят, летом здесь настоящие сады семирамиды. Красоту наводят не только для себя, для пациентов. Патриотический порыв, чтобы очистить территорию, чтобы быстрее можно было выйти во двор на солнышке для пациентов, чтобы они могли отдыхать. Татьяна Петровна Блинова третью поликлинику посещает несколько лет. Уверена, порядок во дворе поднимает настроение и помогает быстрее выздороветь. Убираешь дома у себя, так и здесь. Это же их родной дом. Неприятно заходить в этот двор. На большую уборку работники третьей поликлиники выходят регулярно. Когда во дворе подсохнет, сменят лопаты и грабли на кисти и ведра и будут красить лавочки, урны и белить деревья. Такому примеру могут последовать все неравнодушные самарцы и в апрельские дни внести свой вклад в благоустройство города. А 18 апреля состоится традиционный субботник, к участию в котором приглашаются все горожане. Что ж, 18 апреля действительно мы все вместе, всем городом выходим на субботник. Ждем этого события. Мне кажется, это уже такое праздничное событие. Ну, как такой маленький, маленькая репетиция дня города, только генеральная уборка, скажем так, перед какими-то хорошими летними днями. Что ж, я хочу задать вам вопрос, собственно говоря, как же вы организовываетесь с администрацией города? Кто является инициатором выхода вообще на субботники, на какие-то такие акции? Вы, либо администрация, я понимаю, что очень тесная связь у вас, правильно? Расскажите, пожалуйста. Как молодежный парламент, собственно говоря, строит отношения с администрацией города? Ну, вот у меня с кировской администрацией легко очень получилось построить отношения, потому что там отзывчивые люди работают. В прошлом году мы вот именно вот этот участок выбрали, я им позвонила, и мы договорились насчет субботника. Они нам предоставили инвентарь, перчатки, музыку, чай, как вы видели. То есть легко очень найти с ними общий язык. Мне кажется, это нетрудно. Ну, а если, допустим, именно администрация что-то, какую-то идею выносит, быстро ли организовываетесь вообще? Насколько легкоподъемный, насколько такой легкий на подъем, имея в виду, ребята из молодежного парламента? Мы очень легкий на подъем. Нас пригла... Кто бы ни пригласил, да, молодежный парламент, он всегда откликается, всегда готов. За идеей поможет. За идеей. Потому что к нам приходят представители молодежного парламента, действительно многое, что сделано, и мне кажется, вот как раз эта уборка, это один из показательных моментов, то, что да, действительно было. Это не просто организация на бумажках, на каких-то таких только мыслях и идеях, это действия, я так понимаю, которые планируются, реализуются, и, собственно говоря, приносят какие-то результаты. Результат, конечно, видят все, кто там живет, кто приезжает. Это результат виден всем. Ну, кстати, о приезжих. Совсем скоро, ну, я имею в виду в таком глобальном времени, скоро состоится чемпионат мира, и к этому событию, мне кажется, Самара будет готовиться особенно тщательно. Есть ли какие-то у вас идеи, быть может, предложения, рекомендации? Ну, или вообще, если так вот задуматься над вопросом, возможно ли привести Самару в порядок? Я думаю, естественно, это возможно, потому что, когда ты знаешь, что к тебе должен прийти гость, да, ты начинаешь к этому готовиться уже сам по себе, невольно становишься более организованным, уже морально к этому готовым. Поэтому я думаю, граждане города, они будут лишний раз следить за тем, где они выбрасывают мусор, да, или наоборот, даже где-то подобрать мусор, который не они выбросили. И вообще, в целом, город у нас культурный, и это всем известно, да, в Поволжье, Самара, она одна из, это один из лучших городов, и я думаю, у нас не будет вообще никаких проблем с тем, чтобы встретить гостей. Убрать сквер — это не проблема, мы уберем. Убрать сквер — это не проблема, хорошо. Поддерживаете? Конечно. То есть думаете, что все возможно силами горожан, опять же, неравнодушных? Мне кажется, да, даже пока жители не так осознают, а за год это уже будет, мне кажется, прям очень сильно заметно. Ну, мне кажется, знаете, действительно, это какой-то такой менталитет нашей страны, что мы делаем все, ну, не то, что в последний момент, конечно, но мы делаем все четко, красиво, на высшем уровне, но, быть может, в сжатые сроки. Но это у нас точно получается, согласитесь со мной? Конечно. Конечно. Ну, я хочу спросить у вас, как студенты, как общественные люди, как люди, которые любящие наверняка путешествовать, многие же города в России видели? Да. Видели. А на фоне этих городов, насколько Самара красивый город? Насколько вы любите ее? Не знаю, мне кажется, я Самара люблю всем сердцем и не хотела бы никуда приезжать. Если честно, я приезжаю, если в другой город, ну, поживу там пару дней, посмотрю, и мне уже тянет на родину, в свою Самару. Людмила, есть ли какой-нибудь город, который превосходит красоту для вас, по крайней мере? Мы не будем спорить, да, действительно, кому-то что-то больше нравится. А вам какой город нравится? Я люблю Самару, но мне еще нравится Санкт-Петербург. И у нас есть часть Санкт-Петербурга, это наша улица Ленинград. Я люблю по ней гулять. Ну, в Самару я все равно люблю ее, поезжать это не собираюсь пока. Я думаю, у нас очень большие перспективы. В Самаре многое реализовано, но еще большее должно реализоваться, я думаю. У нас прекрасная набережная, прекрасные театры, прекрасные площади. Но нам есть куда расти, нам нужно еще привести в порядок центр города, да? Многое делается, вот, администрации города, и есть куда развиваться. И это очень важно. Например, есть города, которые уже не знают, куда себя деть, да? Они все, что могли сделали, да, и уже нет кризиса. А у нас в этом плане никакого кризиса. Мы можем расти во все четыре стороны, и это прекрасно. Какой оптимистичный взгляд у вас, замечательно. А от чего зависит, от кого зависит? Если вот так вот подумать, быть может, одним словом, быть может, какими-то общими предложениями. От кого зависит чистота города? От чего зависит чистота города? Диан? От жителей. От жителей. Я тоже согласна, что чистота города зависит от жителей. Ну, тут, если, как спросил, да, ученику мудреца, долго ли ждать перемен, мудрец ответил, если ждать, то долго. Замечательно, слушайте. Продолжать можно даже не стоит, да? Если ждать, то долго, а дальше каждый домысливает сам. Ну что ж, у нас остается три минуты до конца эфира. Я предлагаю как раз минутный спич, как от представителей общественно-молодежного парламента, чтобы город стал чище, чтобы все вышли на уборку. Диана? Я первая, да. Ну, я хочу всех призвать выйти на уборку, сделать наш город, нашу Самару, чистой, аккуратной. Нужно любить там, где живешь, чтобы, я не знаю, мне, например, было бы приятно ходить по чистому городу. Я считаю, что мы сможем его сделать чистым городом. Нужно только ваше желание, а остальное все будет. Замечательно. Весеннего настроения. Весеннего настроения желает нам Диана под конец передачи. Людмила, ваш призвив. Я тоже, как и Диана, желаю всем весеннего настроения и предлагаю всем убраться на улицах города Самары, чтобы вы выходили и у вас душа радовалась. Ага, это я, я молодец, я убралась около своего подъезда. И не только около своего подъезда. Давайте. А вот так вот под, коли же вы сказали, что убрались от своего подъезда, а если вдруг увидите то, что мусорит кто-то, что сделаете? Мне кажется, надо будет им сказать. Подними бумажку. Тебе не стыдно? Мне кажется, нам стыдить таких людей обязательно. Да, мне кажется, надо. Ему будет стыдно, он в следующий раз не бросит. То есть вы так считаете? Не боитесь этого ответной реакции? То, что, да что же, ты ко мне предстаешь, мое мнение, хочу, выбрасываю. Ну, если всего бояться, то, мне кажется, в лес не ходить. Хорошо. Хорошо. Ну и, собственно говоря, спич от Давида. Какой-то интересный призыв к телезрителям, опять же, к коллегам вашим. Быть может, поздравления какие-нибудь. Давайте. Дорогие жители Самары, я желаю, чтобы эта весна была прекрасной, чтобы мы все организованно вышли на улицы, убрались в своем любимом городе. Также я призываю проявлять социальную активность, ответственность, участвовать в различных организациях. Сейчас, благо, есть возможности такие. Это и общественные совещательные структуры, это и различные парламенты. Вы участвуете также в министерствах в качестве народных каких-то помощников. Также существуют такие организации, как народный контроль, так как различные общественные контроли. Принимать в них участие, следить за порядком в своем городе и любить свой город. Если мы будем любить свой город, то все будет отлично. Замечательно. Слушайте, ну, браво вам. Спасибо большое за замечательную такую мотивацию. Мне кажется, хочется подытожить только одними словами. То, что, знаете, все зависит от каждого из нас. Хотите, чтобы в городе было чисто, хотите навести чистоту, выходите каждый на уборку. И от маленькой-маленькой крупицы будет объемный, замечательный, прекрасный результат. Что ж, это была программа «Универсальный формат». С вами прощаюсь до понедельника. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok